В России набирает обороты новый вид мошенничества, опасный во всех смыслах для будущих водителей. После вступления в силу закона о дорожном движении резко возросло число нелегальных автошкол. И то, что они там выдают, можно назвать правами с большой натяжкой. О том, как не ошибиться с инструктором, наш коллега из программы «Вести дежурная часть» Максим Мовчан. Это площадка, на которой занимаются кандидаты в водители, сразу от нескольких автошкол. На территорию, естественно, пускают только своих. Обучение проходит прямо под мостом, среди огромных бетонных опор. Обязательных заграждений здесь, как видите, нет. Да и размеры площадки невелики. Автошколы сэкономили даже на стойках. Инструкторы соорудили их из того, что было под рукой. Старых бутылок и трубок. На подобных площадках даже после введения новых правил не стихает гул моторов. Но обучение ведется уже вне закона. Почти 90% автошкол ушли в подполье. В Москве официально обучать имеют право лишь 34 школы. Ряд организаций такие заключения получил и осуществляет обучение кандидатов в водители в соответствии с законодательством. Ряд других автошкол таких заключений не получал, программы не согласовывал и фактически осуществляет обман потребителя. Схема одна и та же. Кандидату в водители вручают договор, в котором мелким шрифтом написано, что за десятки тысяч рублей ему оказывают консультации. За всё остальное придётся доплатить отдельно. Мы решили записаться на курсы в одну из таких школ недалеко от метро Новослободская. При подаче заявления на приём нам тут же разъяснили, сколько придётся выложить за бесплатный по закону экзамен в ГИБДД. Вообще, последняя такая информация была о том, что, скорее всего, это будет стоить порядка 12 тысяч. Сотрудники подпольных автошкол обещают выдать своим ученикам документ об окончании курсов. В этом они, как правило, не обманывают. Но на деле документ оказывается обычным фантиком. Человек получает, с позволения сказать, волчий билет, с которым он не может пойти ни в ГИБДД, ни в МРЭУ, чтобы получить права. Как он может отстоять свои права? По сути, никак. Чтобы получить права или хотя бы подлинный сертификат об окончании автошколы, будущим автомобилистам приходится выкладывать на капот ещё по несколько десятков тысяч рублей. А у вас есть лицензия? Они говорят, нет, но у нас подписано соглашение с другой автошколой. То есть вы не у нас будете получать, а фактически получаете у этой автошколы. То этой школе, а при этом ещё по большому счёту, даже не надо штат содержать. Ты работаешь за счёт того, что получаешь ренту, за счёт своей лицензии. Нам удалось пообщаться с директором сети автошкол, которая сейчас работает без разрешающих документов. Сергей Лобарев, по совместительству председатель гильдии автошкол, с радостью поделился мнением о новой учебной программе. Она перегружена большим объёмом информации. Проезд пешеходного перехода и железнодорожного переезда 6 часов, это почти неделю. Но за рубежом 15 минут и на дороге. Тут же, слегка замявшись, директор добавил, автошкола – это всего лишь название его фирмы. Оказываем помощь платной консультации, кто хочет записать автошколу. Показываем, например, какие школы прошли обучение. Большинство консультаций проводятся в тесных подвалах или арендованных офисах. Часто дистанционно, через интернет. Главное, чтобы клиент платил. По словам юристов, не стоит доверять дипломам или лицензиям, висящим в рамках у входа в автошколы. Бумаги могут быть устаревшими или поддельными. Единственный способ проверить легальность работы учебного заведения – зайти на официальный сайт ГИБДД. Там размещен полный список автошкол, получивших сертификаты. Возможно, тогда люди будут попадать в аварии. С начала года, по данным ГИБДД, их произошло 165 тысяч. Не на дороге, а за рулем учебного симулятора. Максим Овчан, Денис Новожилов, Сергей Евдокимов, Юрий Бородихин и Алексей Мащиков – Вести.